у нас постигла беда авария на чобольской атомной электростанции сами мы того не понимали что на самом деле еще по большому счету происходило то сейчас уже по истечении вот этого времени какую страшную беду привез принес чернобыль май 1986 ночной звонок мужской голос потребовал срочно приехать военкомат бобруйска бригаду юрия андреевского включили в борисовский химический батальон мы были направлены и отправились на автомобилях специальных могилевскую область сам чернобыль я же говорю что счастью большому счастью то что испытали ребята которые там находились дозиметры и защитные химкостюмы за время проведенные в черниковском и климическом районах по словам юрия местных жителей терзал лишь один вопрос кто вы такие а тогда в общем то мы работали так сказать штатном режиме я был командиром взвода так как закончил белорусский технологический институт было присвоено звание лейтенанта и вот я командовал взводом в деревнях у меня ложилась в голове это деревня чудяны вебин малиновка на протяжении как я говорил уже полугода мы там обрабатывали будем так говорить участки огороды территорию детских садов магазинов фельдшерских пунктов снимали дерн после этого вывозили его места захоронения авария на чернобыльской аэс стала самой крупной техногенной катастрофой в истории советского союза и и ликвидировали 600 тысяч человек некогда самый молодой город страны советов в миг стал необитаемым островом последствия чп прошлого века специалисты со всей планеты устраняют до сих пор катастрофа стерла с карты беларуси 485 деревень погубило десятки тысяч жизней сегодня в бобруйске проживает 566 пострадавших от аварии на чернобыльской аэс спустя 34 года юрий андреевский мечтает вновь побывать в тех местах могилёвщины но волей судьбы свидания раз за разом откладывается сегодня я вспоминаю этот день как день памяти с теми ребятами с которыми мне пришлось работать многих уже к сожалению нет живых вот но те кто остался мы не хочу сказать что регулярно но стараемся и по работе и вот чисто по-домашнему собраться в эти дни и вспоминать все прошедшие истории которые памяти стоят глазами страна не забывает своих героев на этой неделе памятные мероприятия прошли во многих городах синёкой в минске и витебске бойцы мчс и мвд почтили память о служивцев которые рискуя жизнями защищали будущее всего мира максим кембель андрей богдан итоги недели